Шестой класс, пятая серия. Решение задач. Задача первая. Из чисел от 1 до 199 включительно исключите все числа, делящиеся на 4, но не делящиеся на 3. И все числа, делящиеся на 3, но не делящиеся на 4. Сколько чисел останется? Значит, есть числа, которые делятся на 4. Давайте покажем множество таких чисел. Есть те, которые делятся на 3, а есть те, которые делятся и на 3, и на 4. То есть эти множества пересекаются. В области пересечения находятся те числа, которые делятся и на 4, и на 3, то есть на 12. Чтобы узнать, сколько чисел, делящихся на 12, надо 199 разделить на 12, неполное частное – 16. Значит, 16 чисел делятся на 12. Чтобы найти, сколько чисел делятся на 4, но при этом на 3 не делятся, надо 199 разделить на 4, неполное частное – 49, и из 49, и из 49 вычесть 16. Получится 33. Значит, 33 таких числа. Так, теперь давайте найдем, сколько чисел делятся на 3, но при этом на 4 не делятся. 199, если разделить на 3, неполное частное – 66, минус 16, получится 50. Значит, 50 таких чисел. Так, чтобы ответить на вопрос задачи, надо из 199 вычесть 33 и 50. Получится 116. Ответ 116. Задача вторая. Вставьте пропущенные цифры так, чтобы четырехзначное число делилось и на 5, и на 18. Какая цифра будет на предпосреднем месте? 18 можно представить в виде произведения двух взаимно простых чисел. 18 – это 2 умножить на 9. То есть должен одновременно выполняться признак делимости и на 2, и на 9. То есть число должно оканчиваться на четную цифру, и сумма цифр этого числа должна делиться на 9. Но число должно еще делиться на 5. Значит, последняя цифра – 0. Четное число, делящееся на 5, оканчивается нулем. А предпоследняя цифра – 8. Сумма цифр числа 18. 18 делится на 9. Значит, предпоследняя цифра – 8. Задача третья. В караване двугорбые и одногорбые верблюды. У них 25 голов и 40 горбов. Сколько в караване одногорбых верблюдов? Если из 40 вычесть 25, получится 15. Это те горбы, которые принадлежат двугорбым верблюдам. То есть у каждого еще по одному. Значит, 15 двугорбых верблюдов, а остальные – одногорбые. 25 минус 15 – 10. Ответ – 10 одногорбых верблюдов. Задача четвертая. Сколько треугольников можно найти на картинке? На картинке есть треугольники, которые состоят из одной части. Я показываю внутреннюю область каждого такого треугольника. 6 треугольников состоят из одной части. Есть треугольники, состоящие из двух частей. Я показываю внутреннюю область, состоящую из двух частей. Вот таких треугольников. Вот это один, состоящий из двух частей. Вот это вершины этого треугольника. Так, и еще три таких. Вот это второй, это третий, и это четвертый. Четыре треугольника, которые состоят из двух частей. Есть два треугольника, которые состоят из трех частей. Вот внутренняя область состоит из трех частей. Вот вершины этого треугольника. Вот это один треугольник, который состоит из трех частей. И еще один. Вот три части. А это вершины. Итак, сколько же всего треугольников можно найти на картинке? Шесть, которые состоят из одной части. Четыре, которые из двух частей. И два, которые из трех частей. А всего двенадцать треугольников можно найти на картинке. Задача пятая. Когда на колесе обозрения кабина с номером 23 находится в верхней точке, то кабина с номером 11 находится в нижней точке. Сколько кабин на колесе обозрения? Так, от 11 до 23. Вот сколько кабин между ними? 11 кабин. 11 плюс 11 – это 22. И 23 кабина – это та, которая наверху с номером 23. Значит, с другой стороны тоже будет 11 кабин. А всего кабин будет 11 с одной стороны, 11 с другой. Это уже 22. И еще две кабины. Одна, которая наверху, и та, которая внизу. Значит, ответ 24 кабины на колесе обозрения.